Привет друзья, вы на канале Сяоми Сэр. Сегодня у нас несколько необычный обзор, объектом которого выступит не новинка Xiaomi, а уже бывалый флагман Mi 10T Pro. Этим смартфоном мы пользуемся уже более 10 месяцев и за это время изучили все его достоинства и недостатки. Так что в этом видео мы разберем основные моменты, поделимся опытом эксплуатации, что случилось со смартфоном за это время и стоит ли его вообще покупать в 2021 году. Ну и почему компания Сяоми, несмотря на широкий выбор новинок серии Mi 11, до сих пор производит его и предлагает для покупки. А пока поддержите это видео лайком, чтобы мы и дальше старались выпускать видео об интересных продуктах Сяоми и мы начинаем. По итогам длительного использования Mi 10T Pro мы выделили 5 главных преимуществ и один существенный и для некоторых действительно критичный недостаток, но предлагаю начать все же с плюсов. Даже в 2021 году решение топовое во всех смыслах. Смартфон работает под управлением мощного процессора Snapdragon 865, который будет актуален еще несколько лет. А связка продвинутой оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1 используется даже в новейшем флагмане Xiaomi Mi X4, где обеспечивают отличную скорость работы не только в играх, но и в любых повседневных задачах. Как бы банально это не звучало, но смартфон действительно отлично себя показывает. И вангую, что на года 2-3 даже самому взыскательному пользователю будет не к чему придраться. И раз уж мы заговорили о перспективах, то Snapdragon 865 поддерживает сети пятого поколения. Так что хоть это и не самый передовой чипсет Qualcomm, но он по-прежнему является одним из самых сбалансированных решений в плане производительности. И что немаловажно, он лишен такой неприятной проблемы, как сильный нагрев, в отличии от новейшей 888 версии. Помимо этого 7-нм техпроцесс чипсета предлагает достойную энергоэффективность. И так мы плавно переходим к следующему плюсу Mi 10T Pro – аккумулятору. Заявленная емкость в 5000 мАч полностью себя оправдывает даже спустя почти год активного использования. В комплект производитель положил быструю зарядку мощностью 33 ватта. И да, на протяжении всего времени мы заряжали смартфон исключительно ей. И тут хочется сразу развенчать миф о вреде быстрой зарядки. Наш Mi 10T Pro ничуть не пострадал от этого. Спустя почти год при активном использовании мы заряжаем Mi 10T Pro раз в день и для полного заряда требуется около 1 часа. В случае же стандартного использования и 2 дня смартфон живет без проблем. Так что заемки аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки однозначно добавляем плюс в копилку нашего флагмана. Следующая причина сделать свой выбор в пользу Mi 10T Pro – это экран. Флагманская серия Mi 10T стала по всей видимости последней от Xiaomi с IPS-дисплеем. Так что если у вас есть предубеждения против AMOLED, то это уже весомая причина присмотреться к Mi 10T Pro. Шим у смартфона практически отсутствует даже при минимальной яркости. Менее 1% при безопасной норме для глаз – 5%. Диапазон яркости значительно шире по сравнению с тем же Poco F3, например. Таким образом, при минимальной яркости экран меньше бьет по глазам, а она максимально не особо уступает даже новому E4 AMOLED-у F3. Еще одно преимущество – это высокая частота обновления картинки в 144 Гц. И это самый высокий показатель среди смартфонов Xiaomi. Благодаря этому интерфейс смартфона становится значительно плавнее, да и визуально все выглядит быстрее и отзывчивее. К слову, настройки также позволяют еще выбрать 90 или 60 Гц. Так что если для вас разница незаметна, то можно выбрать более энергосберегающий режим. Настройки изображения в целом довольно обширны и можно поиграться и отрегулировать тон и контрастность, тем самым выставив оптимальный для себя вариант. Экран однозначно радует глаз. Отличная контрастность, приятные насыщенные цвета и высокая яркость создают лучшее впечатление от использования устройства. И если сравнивать мой опыт пользования IPS и AMOLED дисплеями, то от Mi 10T Pro глаза устают значительно меньше, а визуально цвета не намного теряют в насыщенности и контрастности. Также для уменьшения нагрузки на зрение, как и в большинстве смартфонов Xiaomi, есть режим чтения, при включении которого экран приобретает желтый оттенок, компенсируя синие излучение, что дополнительно снижает нагрузку на глаза. К слову, синие излучение здесь в принципе на минимальном уровне, что подтверждает сертификат TÜV Reynald. Но перейдем к самому главному лично для меня плюсу – камере. Слоган смартфона – раскрой свою креативность. И это как раз речь про камеру, так как помимо традиционных фоторежимов, есть множество улучшалок. Одновременное фото, видеосъемка на основную фронтальную камеру. Больше предустановленных программ для съемки на длины выдержки и т.д. Но все эти программные фишки далеко не главное. Звездой камеры Mi 10T Pro выступает массивный основной модуль на 108 Мп, который к слову используется и в новейшем флагмане Mi 11. Кстати, подробно возможности камеры Mi 10T Pro мы уже разбирали в одном из прошлых видео в сравнении с условно таким же 108 Мп модулем Redmi Note 10 Pro. И если камера для вас не настолько важна, как лично для меня, то можно выбрать и Mi 10T, который в принципе по технической составляющей ничем не отличается, кроме основного модуля. И чтобы вы понимали, насколько мне пришлась по душе камера в Mi 10T Pro, все наши обзоры мы снимали именно на нее, даже при наличии фотоаппарата от Canon. Сочная детальная съемка, оптическая стабилизация, ну и конечно же простота, удобство и мобильность. Все это лично для нас решает в пользу смартфона. И для своей ценовой категории могу точно сказать, что это одно из лучших решений на современном рынке, даже при том, что смартфону уже почти год. Кстати, логично, что это видео мы снимаем на другое устройство, так что попробуйте угадать в комментариях на какое именно. И к финальному достоинству Mi 10T Pro можем отнести внешний вид и общее удобство. Даже спустя почти год эксплуатации смартфон выглядит как новый и более того, дизайн до сих пор актуален. Достаточно небольшие рамки экрана и красивая глянцевая крышка из стекла. Однако сейчас я бы все же отдала предпочтение матовому покрытию как менее маркому и практичному решению. Смартфон отлично лежит в руке, хоть и несколько тяжеловат, но тут уже емкость аккумулятора диктует свои правила. Да и современные флагманы, раз уж мы сегодня сравниваем с ними, уж точно не легче. На правой стороне смартфона расположен сканер отпечатка пальцев. Решение, на мой взгляд, отличное и точно более выигрышное, нежели подэкранный вариант. Нареканники в работе не было ни разу, срабатывание четкое и быстрое. Также к общему удобству решили отнести и виброотклик. Пожалуй, могу назвать его одним из лучших в современных Xiaomi. Полное ощущение тактильного взаимодействия очень приятно. Плюс ко всему виброотклик не звонкий, в отличие от того же POCO F3 и практически беззвучен. Еще к удобству не могу не отнести стереозвук и сейчас объясню почему. Mi 10T Pro оснащен двумя динамиками и хоть это не Harman Kardon, как у новейших флагманов Xiaomi, но звучит достойно. Полноценное прослушивание музыки, погружение в видео, а также гейминг в шутеры, где важен малейший шорох без задержек, теперь все это можно получить и без наушников. Хотя есть и небольшое замечание, а именно расположение нижнего динамика. В зависимости от хвата во время игры бывает, что перекрываешь его пальцем и тем самым нарушаешь баланс стерео. Также хочу отметить расположение фронтальной камеры. На мой взгляд, это наиболее удачный вариант, он не бросается в глаза и не отвлекает. А в горизонтальной ориентации вообще чаще всего перекрывается рукой и создается ощущение полного отсутствия каких-либо вырезов. Из всего вышесказанного может показаться, что смартфон идеален, но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Как и во многих современных смартфонах Xiaomi, в том числе и в новом Mix 4. Датчик приближения здесь определенно подкачал. Срабатывает лишь в определенных положениях, частенько глючит при прослушивании голосовых сообщений в мессенджерах. В общем, данный минус есть и по последней информации компания в курсе этого. И даже вроде как обещает программно доработать данный баг. Что ж, очень ждем. Подведем итоги. В 2021 году компания Xiaomi представила целый ряд новых флагманов на любой вкус и цвет. Однако и ценник выставила на порядок выше по сравнению с предыдущими моделями. И в контексте этого Mi 10T Pro мне видится отличным решением для желающего приобрести флагман по адекватной цене. Мощное железо, отличная камера, а для противников AMOLED еще и IPS-экран. Да, как и в любом смартфоне есть некие компромиссы и недостатки. Но на свою стоимость Mi 10T Pro отрабатывает на все 100. Друзья, делитесь в комментариях вашим мнением, какой флагман выбрали бы вы в 2021 году, ну и конечно же ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных обзоров и сравнений. Спасибо за просмотр, пока-пока.